Коронавирус продолжает разрушать не только здоровье людей, но и целые отрасли. Остановилась практически вся киноиндустрия. В Голливуде заговорили о многомиллиардных убытках, ведь уже закрылось большинство кинотеатров и остановилось немало съемочных процессов. А сколько премьер перенесли? Давайте посчитаем. Итак, новая лента о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом была едва ли не самой ожидаемой премьерой этой весны. «Человечество на пороге глобальной катастрофы». Однако из-за вспышки коронавируса «Где 007?» агента 007 решили поберечь. «Мне нужна твоя помощь, брат. Ты единственный, кому я могу доверять». И перенесли показ на осень. «Мир сошел с ума, мистер Бон». Да уж, тут даже название в тему. «Не время умирать». «Смотрите в кинотеатрах непонятно когда». «Куда все бегут?» «Отменили и премьерные показы фильма ужасов «Тихое место 2» с Эмили Блан. Какая уж тут премьера. Тут бы и так всем отсидеться в тихом месте, пока эпидемия пройдет. Сорвать не только премьеры, но и заморозить съемки. Для коронавируса эта миссия выполнима. Тома Круза и всю съемочную группу в срочном порядке эвакуировали из Италии, где снимался очередной эпизод «Миссия неуполнима 7». Напомним, именно в Италии сейчас зафиксирована наибольшая смертность в Европе от коронавируса. Заморозили и съемки популярного сериала с Орландо Блумом «Карнивал Роу». Всю съемочную группу, которая находилась в Чехии, отправили на карантин. Отказались продолжать работу и представители сериала «Утреннее шоу» от Apple. Напомним, первый сезон с Рис Уизерспун и Дженнифер Энистон стал очень популярным и даже был номинирован на «Золотой глобус». Люди хотят быть уверены, что в студии сидит и рассказывает им о мире кто-то честный. Но вот съемки второго сезона на период пандемии коронавируса компания решила прекратить, тут уже не до шоу. Как вы? Да. Кинокомпания Warner Bros. на две недели приостановила съемки нового фильма «Бэтмен» с Робертом Паттисоном в главной роли в связи с распространением коронавируса. А теперь, внимание, вы же помните, что ученые сказали, что источником нового вируса предположительно стали летучие мыши. Летучие мыши и Бэтмен? Бэтмен и летучие мыши? Свой на своего пошел? Идем дальше. «Форсаж 9», который должен был выйти в мае этого года. Может, это и конец. И вовсе перенесли на апрель 2021-го. У меня задница полыхает! Куда же вы форсанули? Так далеко, друзья. В Мадриде свернули съемки испанской драмы под названием «Официальный конкурс», где главной роли играет наш любимый дуэт Антонио Бандерас и Пенелопа Круз. Теперь с таким отставанием от графика «Официальный конкурс» может не успеть попасть в официальный конкурс определенных кинофестивалей. Хотя о чем мы говорим, если даже Каннский кинофестиваль сейчас висит на волоске? Он должен был пройти в мае, но уже понятно, что даже если эпидемия сейчас быстро пойдет на спад, звезды все равно побоятся приехать, а премьеры многих фильмов уже сдвинуты на осень. А без звезд и премьер Каны уже не Каны. Руководство фестиваля пообещало дать ответ 15 апреля. До этого за всю его историю фестиваль срывался дважды – из-за Второй мировой войны и во время студенческих и рабочих забастовок во Франции в 1968 году. Посмотрим, что ждет фестиваль в этом году, но со слов местных жителей – ничего хорошего. Успел повлиять коронавирус не только на жизнь кинокомпаний, но уже и на жизнь конкретных кинозвезд. Актриса Ольга Куриленко опубликовала в Инстаграме пост, что ее тест на вирус оказался позитивным. «Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость – мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это все всерьез», – написала актриса. И еще одна неутешительная новость. Как известно, подкосил вирус и знаменитую голливудскую пару Тома Хэнса и Риту Вилсон. Пара находилась в Австралии, где Том Хэнс готовился к съемкам фильма про Эллиса Пресли. Но коронавирус внес свои коррективы, и в итоге пара помещена на карантин. Недавно они опубликовали новое фото, где звезды выглядят изрядно уставшими и похудевшими. Однако в комментариях Том Хэнс не падает духом и призывает всех быть внимательными и аккуратными в связи со сложившейся ситуацией. На этом все. Желаем всем здоровья и будьте осторожны, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok